Фильм «Королевство кривых зеркал» вышел на экраны более 57 лет назад. Он вызывал интерес не только юных советских школьников, но также и их родителей. Исполнителями главных ролей были две девочки-близняшки, которые жили в Москве. За исполнение центральных ролей в кинокартине Таня и Оля Юкины получили 80 рублей и бесплатный обед. Изначально никто даже не мог предположить, что девочки обладают актерским талантом. Они происходили из семьи обычных рабочих людей и жили в одном из самых обычных спальных районов столицы. Они не мечтали о славе или известности. Несмотря на идентичную внешность, девочки сильно отличались характерами. Кандидатуру 10-летних девочек утвердил Александр Роу лично. Картина снималась в Крыму. Оля и Таня впервые в жизни увидели море. Гонорар, составляющий 80 рублей, на тот момент считался очень огромным. Также девочкам оплатили дорогу к месту съемок, питания и обеспечили жильем. К сожалению, роли, которые сыграли девочки, остались практически единственными в их кинематографической карьере. Александр Роу еще раз приглашал близняшек на эпизодическую роль, но больше их никто не хотел снимать. Подобная судьба ожидала еще нескольких актеров из картин этого режиссера. Оля и Таня предприняли попытку поступить в один из столичных театральных вузов, но они не смогли сдать экзамены. После неудачного поступления девушки оказались в машиностроительном техникуме. Они успешно закончили это заведение, но у них не было желание устраиваться на работу по полученной специальности. Девушки завели семьи, у них появились дети. После выхода из декрета бывшим актрисам удалось устроиться работать в Интурист. Сестры занимали интересные и престижные должности, имели прекрасную возможность часто бывать за границей. Но потом случилась перестройка, и жизнь молодых женщин поменялась кардинально. Услугами Интуриста пользовались очень редко, поскольку на тот момент, практически из ниоткуда, возникло множество мелких фирм, которые оказывали услуги намного дешевле и быстрее. Обе девушки оказались не у дел. Очень быстро благополучие превратилось в нищету. Изначально Оля и Таня жили за счет того, что продавали вещи, которые ранее привозили из-за границы. Но этого надолго не хватило. Потом некоторое время их спасал дачный участок. Но потом обе сестры стали увлекаться спиртным. Ольге не стало в 51 год. Причиной преждевременной смерти стал второй инсульт. Татьяна очень тяжело перенесла ее смерть, что, возможно, сказалось на ее здоровье. После смерти сестры у нее ухудшилось здоровье, чему поспособствовали и проблемы с мужем. В декабре 2010 года она уволилась с работы, когда ей стало тяжело туда добираться и скончалась на 58-м году жизни, 31 марта 2011 года от атеросклероза. Очень жаль, что у девочек вовремя не выявили звездную болезнь. Известность и слава в раннем возрасте часто расслабляет и позволяет почувствовать себя властелином мира. Но дети начинают осознавать, что это не так, когда становится слишком поздно.